Одна из визитных карточек края лаковой миниатюры – вот эта мастерская, Палевский иконостас. Она была создана более 20 лет назад. Здесь работают лучшие специалисты поселка. В цехах этого предприятия создают все для внутреннего убранства православных храмов, начиная с чертежей и макетов, заканчивая росписью икон и резьбой по дереву. Здесь гордятся тем, что расписывали храм Серафима Саровского в городе Сарове. Самый такой дорогой заказ сердцу. В том смысле, что это тот храм, который восстанавливался к столетию прославления Серафима Саровского в 2003 году. Освящал его потом патриарх Алексий II. И мы делали туда иконостас. И киоты по храму иконы, соответственно, писали. Но Серафим Саровский для всех дорогой, святой. Он наш близкий для нас и, можно сказать, местный здесь. Поэтому для нас это дорого было. И вообще такое значимое событие было. В цехе резьбы по дереву работают настоящие профессионалы, которые не жалеют времени, чтобы изделия получились идеальными. Правда, не всю резьбу по дереву делают вручную. В чем-то помогают станки. Но прежде необходимо выполнить вот такие заготовки из технического пластилина. Получается образ будущего деревянного декора. Этот пластилин позволяет достаточно легко это сделать. И, соответственно, если что-то нам нравится, ну, вносить какие-то корректировки, изменения. А заказчик получает возможность как бы в процессе проектирования видеть вживую. То есть мы фотографируем, мы отправляем их в нас саланьями. И так нравится, значит, надо делать производство. А уж если где-то станок не справился со своей задачей, мастер заработает изделие. Изготовляем резьбу по дереву для иконостаса. Каждый элемент имеет свои какие-то особенности, сложности. Колонны, цветочки, лепесточки. География заказов широка. Не только российские города, такие как Орел, Иркутск, Благовещенск, Казань, но и соседние государства. Сейчас художница эта, ни много ни мало, 30 человек, работают над большим заказом из Минска для Центрального кафедрального собора. Иконы идут очень сложного исполнения, фразевого письма на чеканном фоне. Сначала делается чеканка, полив кассу, потом это золотится, и потом поступают к художнику, раскрываем в цвете, наносим пробила и приступаем к кликам. Но не только коностас делают пальские мастера для храма. Совсем скоро полишане отправятся в Минск и займутся росписью стен Всесвятского кафедрального собора. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Палих.